Перезагрузка под ключ. Ремонт кабинетов, обновление фасадов, замена систем электро- и водоснабжения, а также оборудование актового зала, обеспечение безопасности и многое другое. Именно по такому сценарию сегодня обновляют учебные заведения. Старые полы и разбитые стены в прошлом. Школа номер 7 попала в федеральную программу ремонта. Я была здесь не так давно, а вот сейчас вижу, что здесь черновая штукатурка уже строители сделали. Кстати, они идут впереди своего плана. По плану у них только демонтаж, а сейчас они уже, видите, отстукатурили несколько помещений. Школу номер 7 по праву считают одним из старейших образовательных учреждений округа. Свою историю оно ведет с начала прошлого века. Четырехэтажное здание было построено почти 60 лет назад. Сегодня необходимость в его обновлении видна как снаружи, так и внутри. Неудобная планировка, нехватка кабинетов начальной школы, устаревшие инженерные коммуникации. Ремонт эта школа ждала давно. Время перемен пришло. Сейчас мы с вами зашли в кабинет химии. По новому плану он так и останется на этом месте. Здесь у нас сам кабинет химии, здесь у нас лаборантская. Она там же и останется. Вот здесь, в принципе, полностью проведен демонтаж этого помещения. Сейчас, вот насколько я вижу, рабочие уже сделали черновой вариант штукатурки. Пока в одной школе идет перезагрузка, в другой вовсю кипит учебный процесс. На время капитального ремонта учеников приняла школа номер пять, которая находится неподалеку. Но выходноклассников-сверстники приняли с удовольствием. Мы встречались с родителями. Они тоже боялись, кстати, то, что процесс адаптации будет, ну как бы проблемы будут. Но у нас все прошло в обычном режиме, все нормально. Родители довольны, дети тоже. Временный переезд дети приняли как новое приключение. Но, несмотря на это, они скучают по родной школе. Каждую перемену они строят догадки о том, какие изменения ее ждут. Вот как у нас доска, где маркерами рисовать, вот такие вот парты почти. Только на них рисовать лучше не надо. А ты что хотела? Ну, у нас в школе вода холодная. Я бы хотела, чтобы там была вода теплая. Да, это предусмотрено. Я бы хотела, чтобы, например, на стенах были яркие рисунки. Что из этого воплотится в жизнь, ученики узнают первого сентября. Однако на внутреннем оснащении и отделке дело не закончится. Не менее важную роль играет и благоустройство территории вокруг школы. На этом сделала акцент глава округа Юлия Купецкая на оперативном совещании. Программа предусматривает полностью капитальный ремонт. Это же замена инженерии, замена полов, стен. Включает в себя полностью замену оборудования. То есть наши дети придут не только в обновленные классы как таковые, но и будут заниматься на новом оборудовании, сидеть за новыми столами и пользоваться новыми учебниками. Но какую проблему мы выявили? Что программа капитального ремонта предусматривала ремонт только самого здания. Поэтому при совместном выезде, когда мы встречались с родительскими комитетами, инициативными группами данных школ, было принято решение о том, что все-таки правильно проводить ремонты комплексно. Если мы начали ремонтировать здание, то, наверное, наша обязанность и ответственность провести полностью ремонт, включая территорию, для того, чтобы дети у нас пошли полностью в обновленные пространства. Помимо школы номер 7, федеральную программу ремонта вошла школа для детей с ограниченными возможностями здоровья. Работы там начались еще в марте. Завершить их планируют также к началу нового учебного года. В общей сложности на обновление двух школ из бюджетов разных уровней выделено более 370 миллионов рублей. Также в 2022 году планируется выполнение работ по благоустройству данной территории. Примерная стоимость, согласно сводно-сметному расчету, порядка 24 миллионов – это на СОЖ номер 7 и 24 миллионов – на ШОВС. В эту стоимость на ШОВС входит и замена ограждения. И еще одно нововведение относительно школ. В этом году в округе будет реализован региональный проект – «Открытый стадион». Благодаря нему жители Мытищ смогут бесплатно заниматься физкультурой на школьных спортивных площадках. На данный момент в эту программу попали 11 школ округа. Работы по ограждению стадионов и созданию отдельного входа для жителей начнутся в ближайшее время. Для того, чтобы соблюсти требования антитеррористической безопасности, мы должны сделать ограждение вокруг данного спорт-ядра и сделать дополнительный вход со стороны многоквартирных домов для жителей. То есть калиткой мы будем закрывать территорию школы, и у нас жители, которые находятся на свободном спорт-ядре, не будут непосредственно попадать на территорию общеобразовательного объекта. Таким образом, в выходные дни, в вечернее время мы сможем открывать стадионы абсолютно для всех желающих, для занятия массовым спортом. Еще одна тема оперативного совещания – подготовка к православным и мусульманским праздникам. Уже в это воскресенье христиане отметят Светлую Пасху. Богослужения пройдут в 33 храмах округа. Вопросы безопасности в администрации, как и всегда, уделяют пристальное внимание. Соблюдение общественного порядка в этот день будут обеспечивать более 200 сотрудников. Основными мероприятиями с массовым участием жителей округа пройдут в храме Рождества Христова. Это Новоматищинский проспект, дом 6. Там планируется до 3000 человек, но это в течение всего дня. На самом праздничном богослужении ориентировочно будет 400-500 человек. Во Владимирском, Донском, Благовещенском, Троицком и Динских храмах до 1500 прихожан в течение всего дня. А 2 мая, в первый день Новолуния, мусульмане будут отмечать Ураза Байрам. Центральной площадкой празднования по традиции станет стадион «Строитель». С более подробной программой мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте администрации «Матищ». Алина Савваш, Александра Дорохина, Константин Бондаренко, Первоматищинский.